Эй, может быть я поесть хотел? Ну да ладно. Привет, меня зовут Юра Пак, это кей-поп шоу на канале MTV Россия. Сегодня будет офигительно стильный выпуск. Никаких страз и паяток, только топовый настоящий корейский стиль. Поехали! Корейский стиль это что-то нечто невероятное, прикольное, эпатажное и очень крутое. И для его обсуждения нужен не менее невероятный гость. Хеллоу тотальный кильки, я чума вечеринка. Пришло время отдаться праздному валянию. И поплыли дальше. Пойдем разглядывать, что брать, а на что гроши-то и не тратить. Сейчас будет чума вечеринка. Чума вечеринка. Приветики, ты роскошный, Юра. Ты очень самобытный, веселый, очень крутая. Ну, Вадя, Дуэй, Сань. Ну, действительно, ты, иначе мы тебя не позвали, потому что ты очень круто сочетаешь разные стили совершенно. И мне действительно очень интересно, кто ты знаешь о моде в Корее. Я как любитель, знаешь, изучение люкса и все такое, мне больше интересно, как вообще мир кей-попа влияет на бренды, как бренды подстраиваются. Самое замечательное, что те, кто сейчас на верхах поп-культуры, а это, безусловно, корейские артисты, как они круто выбирают сами, в чем они будут выступать, в чем они будут там в том или ином клипе. Когда там рековерс, еще не вышедшую какую-нибудь коллекцию, пуляют к артистам. И в общем-то это все очень классное взаимодействие их с люксом. И как артисты кей-попа определяют, что дальше бренды будут выпускать на большую аудиторию. Ух, сколько слов в секунду, окей, хорошо. А я сейчас медленно пока ищу, не разгоняться, да? Не-не-не, действительно, просто я бы так слушал всю передачу, сколько слов в секунду. Кей-поп есть команды, есть став, которые, например, придумают образы, но при этом очень круто, что сами артисты тоже взаимодействуют с этим и влияют на то, как они будут выступать. Это действительно круто и очень круто, что люксовые бренды тоже вносят свою лепту и приняли тот факт, что это действительно звезды мировой величины. И сейчас я хочу предложить тебе посмотреть мега-крутой корейский клип. О, давай! Смотрим клип G-айдол «Ла-та-та». Видишь, как классно они стали руки закрывать постоянно до пальцев? Возвращаешься, тема такая. Смотри на Аксессы, вот чем они короли. Чем славится вообще став корейский групп, тем, что они переделывают шмот, который существует. То есть они там возьмут, здесь, значит, какие-нибудь колготки превратят в топ, еще там что-то доделают, допилят. Это во всем мире же делают. Да, шьют. Найны, я думаю, что они больше всего у меня там короли. В аксессуарах точно теперь стало очень сильно, вот это украшательство рук пошло. Они стали использовать в одежде очень много, это уже просто даже не асимметрия, да, не асимметрия, а дополнение шмота. Конкретно в «Вентам-клипе» очень много такой немножечко американизированной штуки. Ну, слушай, в кей-побе есть алименты даже в музыке. Они сейчас красавцы в собственном виде, серьезно. Ну, то есть сейчас Корея просто сама создает тренды. Ежели там раньше они что-то, не знаю, в году в 15-16 забирали от Америки, то сейчас они сами вообще рулят ситуацией. Я из этого клипа подготовил три картинки, которые мы можем обсудить. У-у-у, роскошность. О, ну все, настроение, конечно, такое, ммм, я выхожу из токсичных отношений, я свободная барышня. Посмотри, пожалуйста, их сексуализированность жесткая. А что у меня там, состояние цветочки, да, вот на этой? Лиф мы видим, немножечко, да, немножечко я такая, после клипа я в бассейн. Там непонятно, что. И у нее на лице прямо написано, я пляж, я босс, понятно? Только на английском. Я заметил, что здесь, кстати, аксессуаров не так много, я вижу только одну... Ну все, я тебе сказала, аксессуары, так ты сразу теперь к ним привязываться будет. Нет, ну просто... Подождите, давайте разберемся. Нет, после того, как ты сказала, аксессуары мне, я теперь не могу это не замечать. Следующая картинка. О, вот она, вот она, асимметрия дикая. С островяния на стропение. Нет, ты посмотри, это чуть-чуть такая, немножечко баленсиага, когда они только мы стали делать, знаешь, вот эти рубашки, которые сделаны были из двух, из нескольких, разнаряжные. Тут, значит, такой рукав, тут такой, здесь у нее опа, джаста. Я взяла немножко скатерку на ближайший день рождения и чуть-чуть из 11 класса свою юбку. Все это мы вместе начепурили. Здесь немножечко мы Америкой нулевых согласовались, потому что там у нее лицо, знаешь, ну это как, когда мы были малюсенькие, то там у меня были топики, у нас Бритни Спирс. У тебя был? У меня был. И обязательно стразики. И чем еще хорош кей-поп? Отсутствуем вообще гендерных стереотипов, они просто, они красавцы в янтах, вообще все равно, что-то там мужские, какие-то женские аксессоры, наплевать, давайте все вместе поменяем, все, все чекос. Обожаю их за это. Господи, даже Чунгук говорил в одном из интервью о том, что, блин, он вообще фанатеет от того, что... Ты знаешь, кто такой Чунгук? Я знаю все про мировых звезд кей-поп. Сколько участников BTS? Семь, господи, я знаю их всех по именам, я различу по всем по лицам. В каком году они родились? Значит, 95-е это 2. Окей, все, нет, это засчитано, это засчитано, то, что ты уже начала отвечать, это уже засчитано. Оцени тогда вот наряды девчонок по коле от 0 до 13. Нет, я поставлю 8, потому что... Почему 8? Они выглядят, ну, потому что 13, и не заслужит никто. А Бан Ши Хёк, он заслуживает 15? Бан Ши Хёк, он заслуживает 15. А кто 12 заслуживает? 12, ну, Блэк Кинг в последнем клипе «How I Like That». Здесь, ну, смотри, они выглядят аккуратно, все замечательно, они выглядят роскочно, великолепно, ты не придерешься. С точки зрения новаторства какого-то, или что-то, что я бы захотела обязательно, там, знаешь, дальше застилизовать. И вот прям, я так, «О, от Янта Финча! Пожалуйста, срочно! Тоже себе!» Ну, такого здесь нет. Нет. Хорошо, пусть тебя судят наши зрители. Ну, я тоже, ну, мы берем конкретный скриншот из клипа. В целом, в клипе хорошие костюмы, их смешиваемость, там, вот, когда они переходят на, этот, на нюдовые, чикостейнио в целом. Ты оценила наряды девчонок, а теперь я хочу посмотреть на твои способности. Я хочу, чтобы ты закастунила одну вещичку для наших фанатов в стиле кей-поп. Поехали. Поехали. Итак, у нас все есть сейчас для того, чтобы скрафтать очень прикольную вещичку. Скажи, пожалуйста, ну, а что мы будем делать? Мы можем, в общем, взять вот эти прекрасные веревочки. А здесь мы сделаем просто дырки. Давай ты решишь, я к босс программы. И как рандомные шнурки, короче. Рандомные, да, чикост. Ну что, начинаем? Чем я могу помочь? Что я могу сделать? Нам нужно все-таки вот здесь вот расставить прям дырки-дырки. А здесь уже в рандомном смысле. Тогда маркером, маркером тогда сделаем линии. Мой хороший как, видишь, как ты шаришь. Энда, знаешь что, есть такая, у Тухёна такой прикол есть. Какой? Ну, он делает Энтого слоника вот здесь вот из родины. Энда видела в каком-то видео и запомнила, зачем мне эта информация? Нет, стоп, куда? С обратной стороны? Конечно. Ты что? Корейская мода же, она там до 15-го года, это была американская мода. Ну, один в один. Нет, они чуть раньше, чуть раньше, на самом деле, они стали крутые. В Корее в 97-м, возможно, я ошибусь, сейчас в годах, у них был дефолт очень мощный там. И они, в общем, там закрыли экспорт, можно сказать, и стали все вот у себя там создавать, придумывать, производить. Свой национальный продукт, короче. Ну вот, да, и вот они стали делать свое, и у них сейчас бренды очень крутые. Есть вообще, в принципе, азиатские бренды, там, не знаю, японские бренды сейчас одни из самых дорогих. Очень много корейских айдолов в японских брендах ходят, и все, чекастая на них. Считаешь ли ты, что в корейском моде присутствует некий инфантилизм везде? Нет, уже теперь еще нет. Я понимаю, как у нас воспринимается там, допустим, дамская корейская мода, что это часто там какие-то... Милые вот эти вещи, около детских, да? Да, но это вот сейчас уже нет, и потому что Корея очень сильно угорает по вот такой минималистическому стритвиру. Очень нравится то, что я вижу у айдолов в повседневной жизни. Они очень круто фиксуют бренды, то есть я о многих, которых раньше не изучала, собственно, узнала. Из-за того, что причем не на концертах, а то, как я их там... Я обожаю аэропортный стиль. Блин, это отдельное искусство, и к этому отдельно айдолы готовятся на самом деле. То есть когда они появляются в аэропорту, это не значит, что они... Они прекрасные, они прекрасные. Они прекрасные, и это, естественно, не значит, что они, ну просто, что было в шкафу, то и на деле. Найн, это отдельное искусство, они тоже советуются со стилистами, но это просто великолепно. Во-первых, мне нравится их наблюдать в этой среде, такой, ну, приближенной к естественной. У нас получилась очень крутая джинсовка, да. Это вам чубичек, ну, в смысле вафелька, и это, пожалуйста, немножечко жара, и чуть-чуть оно разбрызгивается, но в целом картина. Причем она получилась реалистичной, потому что мороженое всегда, оно тает и постоянно скатывается вниз и на рожок. Это же рожок? Это рожок. Это рожок. А теперь можно подписать. Поджасно. Подписаем? Значит, подписаем. Смотри, я предлагаю, ты знаешь, как произведение искусства, и внизу всегда там год и автор. Твое имя MTV подпишем и год. Давай здесь напишем 20 и 20, вот углом. Напиши 20, напиши 20. И ты 20 продолжишь. Класс! Мы просто кастомизаторы, ты понимаешь? Мы художники, просто художники. У нас вот это пыш-пыш-пыш. Да, я это тоже хотел сказать. Имя чуть-чуть маленьким скромными корейскими буквами. Юра. Ты по-корейски? А чума сделаем, смотри, вот так на корейском, смотри. Да ладно ли? Нет, сюда? Нет, я сделаю чума. О, прикол, давай. Вау, теперь я хочу сама ее забрать, ребята, честно говоря. Итак, у нас получилась очень прикольная джинсовка, которую можно было продать, но нет. Мы подарим ее одному из наших крутых фанатов, и это будет уже совсем скоро. Это стиль, это стиль. Вы боитесь бабушек? А корейских бабушек? А как вы думаете, что они говорят на своих корейских лавочках вам вслед? Я придумал для тебя игру. Ты будешь видеть фотографии причесок, и тебе нужно будет угадать, эта прическа принадлежит бабушке или кей-поп-айдолу? Ха-ха, хорошо. Ну, потому что есть такие бабушки, которые 100% вдохновлялись кей-поп-айдолами, и сейчас солят твою жизнь. Ну, на самом деле, сейчас, кстати, в кей-попе меньше стало вот цветастых волос. Итак, первая картинка, первая прическа, фиолетовые волосы. Ну, смотри, как они уложены хорошо. Я все-таки думаю, что это айдол. А вдруг бабушка тоже хорошо укладывает все волосы? Нет, слушай, бабушка все-таки огромная. Ну, вот это структурность. Это структурность. Давай остаемся, что это айдол. Окей, окей, ты угадала, ты угадала. Окей, посмотрим дальше. Ой, слушай, а у меня такой обычный пробор бывает, но это не моя фотография. Это тоже типичный такой айдоловский, понимаешь? Пробор, когда вот сейчас они открывают лоб, и вот эти две части. То есть, по-твоему, это айдол? Да. Я даже предполагала, что это он. Я не знаю, чему я не назвала, нужно было сказать, чтобы совсем уже окончательно. Чтобы все армии поняли, что чума наши девчонки. Следующая картинка. Ну, смотри, вот когда мы стареем, вот благородная старость, ну, чуть у нас редеет волос на голове, но он такой... Кушается речь, ломается челюсть. Какой-то жуткий пацан. Короче, я думаю, значит, у Энта бабуля, потому что вот у нее такой благородный пушок. Я тебе дам последний шанс, вдруг это айдол, и тогда фанаты этого айдола тебя же съедят. Почему? Благородный пушок. Окей, благородный пушок. Если Энта айдол, то подождите, если Энта айдол, то все равно. Значит, у него сохранился детский волос. Благородный пушок. Окей. Ну, ты уже с пушком угадала, все-таки это бабушка. Итак, следующая картинка. Энта сложно, кстати. Это сложно. Это какое-то домашнее фото. Силфач. Ну, давай посмотрим, кто живет дома. Живет дома и бабушки, и айдолы. Я все-таки думала, что Энта бабулечка. Бабулечка. У айдолов очень вот следят ребят за тем, чтобы, понимаешь, волос в волоску, все было вот идеально уложено. А здесь немножечко оно не отсмылось с кожицей. В общем, я голосую, что Энта бабулечка. Окей, смотрим. Бабулечка! Мое почтение, моя китюльочка, вот такая китюлька. Она какая-нибудь писательница из Швейцарии. Окей, на прическах мы уже насмотренность получили в прошлой игре, поэтому переходим к практике. Давай ты сейчас сюда сядешь, мы тебя сначала побреем под единичку. Супер! И покрасим. Оттенка да! Тебе салатовый или фиолетовый? Мне тогда золадовый. Ладно, я пошутил, поэтому оставим это для нашего стилиста, и он сделает что-то крутое обязательно. Всем привет, меня зовут Стес Михаил, и сегодня мы с вами будем отдавать новый образ в стиле кей-поп. Поехали! Вот наша модель. Всем привет, меня зовут Кирилл, многие из вас меня знают, как один из кобров. Что, давай с тобой обсудим то, к чему мы будем стремиться. Как тебе такой вариант? Отлично, супер. Знаешь, что у любимого исполнителя? Да, это Саншик из Викшен. Так как волосы у тебя окрашены, окрашены в темный цвет, возможно, нам потребуется одно или даже два осветления, для того, чтобы добиться максимально чистого, светлого цвета, на котором мы будем потом создавать уже более холодные оттенки. Давай теперь посмотрим по форме. У лица мы постараемся сохранить с тобой челку где-то по уровню губ, да, то есть с небольшим удлинением к лицу у нас будет сохраняться. По объемам, соответственно, наша задача основная, чтобы выдержать стилистику, оставить объемы в боковой зоне, и добавим текстуру, чтобы они были подвижные. Так как волосы слегка бьющиеся, мы проработаем их бритвой для создания дополнительной текстуры. Мы завершили стрижку и переходим к окрашиванию. Будем выполнять набор милирования в технике диагонали, для того, чтобы сделать мягкий переход от более темных волос на макушке к более светлому результату у лица. Сейчас мы процедурой нейтрализации желтого. После того, как мы выполнили милирование в темной зоне, мы будем здесь же выполнять тонирование прямыми пигментами. Поехали! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну как? Круто! Это все твое. Как тебе цвет? Вообще круто! У меня такие волнистые волки вообще в первый раз в жизни. Ну, как говорится, мы с тобой нашли кей-поп-волну. У меня еще очков не хватает, я сгуду только-то. Корейский айдол. Вот это было. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Чума, мы с тобой сделали очень классную джинсовку. Поговорили о стиле корейском. И мне кажется, что ты очень хотел бы посетить неделю моды в Сауле. Очень сильно, очень сильно. И для того, чтобы ты там чувствовала себя как рыба в воде, тебе нужно знать корейский язык. Хотя бы несколько фразок, хотя бы несколько слов. Моя любимая рубрика «Трудности перевода». Первое видео. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Привет, самые стильные люди в мире. Сегодня мы с вами поговорим о стиле в Корее. Кстати, стиль на корейском будет звучать как стаэль. Сытаэль. О, походу у нас заявочка на лучшее произношение за всю историю трудностей перевода. Стиль по-корейски будет цытаэль. Цытаэль. Есть даже такая песня. Гангнамский стиль называется. Поэтому гангнам сытаэль. Цытаэль. Прекрасно. Следующее видео. Корейский стиль – это что-то невероятное. Сейчас мы с вами отправимся на шопинг. Кстати, на корейском пойти на шопинг или пройтись по магазинам звучит как шопинг-хару гамнида. Мне кажется, это фраза, которую ты чаще будешь говорить своему корейскому гиду или помощнику-менеджеру. Смотри, шопинг, ну это понятно. Харо, грубо говоря, слово означающее непричастие. То есть я вот буду это делать. Шопинг-харо гамнида. Это я иду. Шопинг-харо. Шопинг-харо гамнида. Шопинг-харо гамнида. Шопинг-харо гамнида. Отлично. Сегодня мы с вами соберем крутой образ в корейском стиле. Кстати, крутой образ или классный лук по-корейски будет мочин имиджи. Мочин имиджи. Имиджи – это от слова имидж. Мочин имиджи. Мочин. 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 На «н» в конце упор. Мочин. Да, мочин. Мочин. Имиджи. Имиджи. Главное – это запомнить, как будут звучать по-корейски самые базовые вещи. Футболка. Похоже на какое-то слово? На «ти-шот». Ти-шот. Это очень удобно. В Корее есть «ты знаешь английский язык». Поэтому «ти-шот» превратилась в «ти-шот-цы». Ти-шот-цы. Помягче. Не «ти», а «ти-шот-цы». Ти-шот-цы. Ти-шот-цы. Следующее слово. Джинсы. Чон-ба-джи. Джинсы – это «чонг». Чонг. 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 Не «чонг», а «чонг». Попробуй «у». Как больше «у-о». Чонг. Чонг. Ба-джи. Чонг-ба-джи. Дальше. Платье. One-piece. Тут тоже ничего сложного. Как по-английски будет «платье». Вообще финишинг корейский, да, легкий? Какой хороший. Да. Нет, ты просто это с точки зрения корейских иероглифов представляешь. Получается корейское слово. Получается «дресс» мы превращаем в «ты». «Ты». «Ре». «Ре». «Сы». «Трессы». Да. Прямо тут можно «р» прям повезти. «Трессы». «Трессы». Да. Я никогда не буду носить «трессы». «Трессы». Может, ты чё и будешь? Не буду. Нет, я готов поклясться. Я никогда не буду носить что? «Трессы». Чтобы попросить консультанта в помощи с размером, нужно сказать «Чоэй сайдрэй чузеё?» «Принесите, пожалуйста, мой размер». Фраза на русском. «Принесите, пожалуйста, мой размер». Нужно сказать по-корейски. «Чоэй». «Чоэй». «Чоэй» – «Мой». «Чоэй». «Сайдзи». 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 «Ры». «Ры». «Джу세요». «Джу세요». «Джуэй сайдзи и джу세요». Это уже сложно. Давай, вот там вот находится продавец, консультант, работник зала, какой-нибудь бренды. Давай быстрее, я фразу же забыла. «Чоэй сайдзи джу세요». «Слушай, я бы испугался, если бы ты так резко, дайте мне мой размер». «Чоэй сайдзи». «Это была последняя фраза, очень важная». «Чоэй сайдзи джу세요». «Мне нету твоего». «Чоэй сайдзи джу세요». «Опсойо». «Слушай, теперь с корейским языком у тебя проблем не будет». «Я поеду с тобой, у меня не будет проблем». «Я действительно не знал, что ты столько знаешь, оказывается, о кей-попе и вообще корейской культуре. И мне, как корейцам, это очень приятно. «И еще раз большое тебе спасибо». «Чума». В прошлом выпуске я объявил о конкурсе на самый лучший способ восстановить связки после потери голоса. И знаете, кто победил? Кто победил? Знаете? Знаете? Ничегошеньки вы не знаете, потому что я же еще ничего не сказал. А победитель? И за свой комментарий ты получаешь этот крутой подарок от меня и от чумы. Это было кей-поп-шоу на канале MTV Россия. Всем стиля. Пока. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok